Путин звонил Эрдогану, вот у них состоялся телефонный разговор, и этот телефонный разговор состоялся перед визитом Зеленского. Восток дело очень тонкое на самом деле, там нет постоянных партнеров и постоянных врагов. Тот же самый Катар, который открыто поддерживает Иран, открыто из-за этого дипломатический конфликт 2017 года начался, и вражда, и разрыв дипломатических отношений. Вот как бы ближайший друг Ирана и друг России, но Катар при этом является как бы и другом Турции и США. Две страны, которые имеют там военные базы, Турция и США, или США это очень важная, очень серьезная военная база в Катаре. То есть на самом деле, как бы там играют всегда на несколько фронтов. Турция, ну давайте вспомним, как менялась ситуация. Турция чуть ли не до военной дошел, когда турки сбили российский самолет, который пролетел на турецкой территории. Сбили его уже как бы не на турецкой, уже на сирийской территории. Россия там негодовала, а Турция сказала, ну давайте попробуйте, суньтесь, вы увидите, что мы с вами сделаем. Нам тоже человеческие жизни, в том числе свои, не очень-то имеют большое значение. Но мы на них, если вы тут хоть немножко попробуете что-то сделать, такую истерию поднимем, что мы вас будем зачищать и никакие ракеты ваши не помогут. И все, что случилось, Россия как бы выдохлась и замолкла. После этого искала способы. И когда в Турции, которая в тот момент как бы была очень, получила серьезные гарантии со стороны США. И все было прекрасно. Но после этого Турция решила, а теперь давайте мы закупим в России определенное оружие. И получили санкции со стороны США, и вдруг дружбу с Россией. Я уверен, что вот эти колебания, они где-то через год-два приведут к тому, что уже снова США будут прекрасные отношения, с Россией враждебные. Эрдоган человек тоталитарный, авторитарный. Это человек, который видит какие-то свои цели, которые не всегда мы можем расшифровать, и он действует в их направлении. Вот для него точно интересы, даже не своей стороны, а интересы, которые вписываются в его план действий, самые важные. Все другое у него переменчиво. Сегодня, я бы не сказал, что именно сегодня отношения России и Турции на самой высшей точке. Но они, скажем так, они в положительном поле. Они сегодня не ведут дипломатических противостояний и воин. Понятно, что в этой ситуации Путин будет каким-либо способом давить на Турцию, чтобы та сделала выгодные для него против Украины действия. Но сейчас там игра идет на несколько другие направления. Самая главная игра, которая сейчас ведется, это попытаться давиться, чтобы Эрдоган приехал на открытие вот этой главной мечети Крыма, который демонстративно путинская власть как бы за деньги формально Татарстана строит в Крыму. Ну, для Путина было бы очень важно, чтобы туда приехал Эрдоган. Это был бы как жесточайший перелом. Но Эрдоган уже на это, наверное, не пойдет. Уже несколько было отказов. Я думаю, что этого не переступит. Я думаю, что будут пытаться через Эрдогана надавить на Украину, чтобы Украина как бы пересмотрела вопрос о воде в Крым. Возможно ли это? Возможно. Будет ли это делать Эрдоган именно на этом этапе, когда у него плюс с Путиным? Возможно, будет. И для Украины это будет плохо. Ну, по крайней мере, это не трагично. А что касается самих визитов и встречи Эрдогана с Зеленским, ведь было уже. А что произошло? Зеленский себя вел там, как человек, который вообще не понял, куда он попал и что он здесь должен делать. Он так и не понял, что Турция – это страна, в которой тех же самых крымских татар живет в несколько раз больше, чем в самом Крыму в любое время жила. И что этой стране для Эрдогана вопрос крымских татар, он стоит очень важно. А он об этом даже не вспомнил. И скажите мне, а о чем говорить? Если стратегия деоккупации Крыма, вот кто ее читал, а там нет слова Меджилис, а там нет слова крымские татары, а там нет вообще будущего Крыма, который проработан при Порошенко в комиссии конституционной, где было определено, что Крым уже будет не территориальной, а национальной автономией крымско-татарского народа. Ведь это предложение уже было готово, его только нужно голосовать. А представьте себе, стратегия развития Крыма, ну стратегия возвращения деоккупации Крыма, самый главный пункт, что вы будете делать, когда Крым вернется, вот что вы будете делать в Крыму, каким будет Крым, это будет дальше мешковская автономия, которая сейчас там существует, или это все-таки будет что-то совсем другое. А ответа на это нет. Крымских татар по этому поводу нет, Меджилиса нет, ничего нет. И вот в этой ситуации как бы ехать к Эрдогану и чем-то говорить, и чего-то ожидать, ну как бы трудно. И никакой Путин тут уже не нужен, тут достаточно самого Зеленского. То есть Путин может давить на Эрдогана и как бы его убеждать, подстрекать чем-то против Украины. Ну я не думаю, что это сработает, и Эрдоган может подыгрывать Россию только из-за того, что в этот момент ему выгодно подыгрывать Россию. Играть против Украины, которая как бы защищает права крымских татар, ему невыгодно. И я не думаю, что он будет это делать. А как вы считаете, а почему именно вот сейчас, не совсем вовремя, так сказать, Штаты, да, вот они выкатили эти санкции в отношении Турции? Ну, тут уже намного больше разных историй. Я даже не берусь до конца это как бы объяснять. На самом деле там назревала история, она назревала после закупки российских вооружений. Ну как бы это ненормально, когда вы пребываете в НАТО, там есть политическая составляющая, и Турция очень сильно с нее выпадает. Турция менее всего соответствует стандартам НАТО. То есть любая страна, которая сегодня хотела бы стать НАТО, членом НАТО, больше соответствует по принципам прав человека, правового государства, прочее, и прочее, тем та же Турция, в которой эти все вещи как бы снивелированы. Но с другой стороны, это еще как бы закрывается глаза. Но в военной составляющей, ведь там главная логистика, имозаменяемость. Вы не можете в своей армии применять оружие, ну разве что остатки вооружений, которые вы там достреливаете или где-то там сохраняете, которые несовместимы с армиями других стран-членов НАТО. Вот эта логистика и замещенность, она очень важна. И вот когда Зеленский, ну при Зеленском, закупили вот эти с Чехии, по сути, советские установки артиллерийские, ну это было как бы то же самое, что сделала Турция. Но мы еще не член НАТО, но это был шаг в сторону от НАТО к Варшавскому договору, в противоважную сторону. И снаряды, которые Булгарии купили, которые не калибра НАТО, которые нельзя вставить в другие пушки НАТО. Вот логика НАТО в военной сфере. У вас происходит какой-то большой конфликт где-то там на мировой арене, и у вас оказывается какие-то подразделения, там дивизии стоят турецкие, а командиры оказались там, ну британские. Британский командир и его турецкие подчиненные в этой ситуации в один день проведут полное согласование. Им не нужно времени, они все готовы. У них те же самые команды. То есть британский генерал прибыл, скажем, в распоряжение турецких войск, в один момент сможет за несколько минут начать ими командовать. Все знают английский язык, все знают те же самые типичные команды, все стреляют с того же оружия. Все. У вас может быть так, что подразделение проводит боевые действия где-то вдалеке от своей территории, определенной страны НАТО, и у вас логистика затрудняется. Но рядом, скажем, вот те же турецкие войска воюют где-то на каком-то театре действий в Африке. А рядом базы итальянские. И итальянские снаряды, итальянские ракеты передаются для турецких установок и артиллерийских, и ракетных, и нормально на них работают. Когда вы у себя закупаете и устанавливаете то оружие, которое не только не работает с НАТО, а работает против НАТО, которое нацелено против НАТОвских самолетов, прочее, а не нужно забывать, что ракетные установки, которые закупила Турция, они ведь, это ведь не просто боеголовка и сопло, и там определенные топлива. Это электроника. И проверить до конца электронику, нет ли там специальных установок, которые могут заблокировать определенный момент пуска, которые могут сработать совсем неправильно, сработать по определенной свой-чужой. Вот это угроза. Это, по сути, подрыв НАТО. И вот этот момент, он еще при Трампе, да еще при Обаме, он был очень важен в переговорах с Турцией. И жестко давили на Турцию. И Турция как бы понимала, что происходит, и где-то замораживала эти вещи. При Трампе, когда это произошло, у Трампа была определенная личная симпатия к Эрдогану. Как бы он любит тоталитарных, авторитарных лидеров. А пришел Байвин, который таких не любит. Это просто, мне кажется, что американские санкции по Турции, это просто отложенные санкции. Они висели в воздухе, но Трамп не хотел этого делать. А сейчас как бы оно стало логичным и автоматическим. Для нас, да, для нас они очень несвоевременные. Для нас это неприятно. И плохо. Но, знаете, мы, к сожалению, уже перестали быть субъектами за эти два года мировой политики настолько, что уже наши личные дела и наши будущие уже никого не интересуют, уже о нас говорят без нас и нас даже не информируют. Так что то, что без нас как-то и вопреки украинским интересам решает вопрос американско-турецких отношений, ну это как бы с этим можно смириться. Мы слишком далеко откатились от той грани, на которой мы еще на что-то могли влиять.